Авиакатастрофа на Камчатке Авиакатастрофа на Камчатке Информация о том, что вертолёт «Робинсон», совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи, поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС вечером 16 июля. Днём в воскресенье было обнаружено место катастрофы. В ходе проведения поисково-спасательных работ было обследовано порядка полторы тысячи квадратных километров. Это предполагаемый маршрут пропавшего вертолёта. Также были обследованы территории Синего Дола, вулкана Узон, вулкана Тауншиц, верховья рек Жупаново, Старый Семлячик, также реки Верхний Стан. Вертолёт был обнаружен в 13 километрах от кальдеры вулкана Узон попутным бортом. По факту авиакатастрофы Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР расследует уголовное дело по статье нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Бросили на произвол судьбы. Вилючинские чиновники забыли про муниципальный собачий приют, и его обитатели не погибли только благодаря волонтёрам. Как оказалось, после того, как сменился руководитель Вилючинской службы благоустройства, а 31 мая с директором ушла и часть сотрудников организации, пункт временного размещения безнадзорных животных, где содержали отловленных собак, оказался никому не нужным. Никому, кроме волонтёров, которые забрали брошенных животных, к себе. Отловом, вакцинацией и стерилизацией в Вилючинске никто не занимается уже полтора месяца. Кроме того, бывшие сотрудники службы благоустройства Вилючинска уверены, что новое руководство составляет фиктивные отчёты об отловленных и стерилизованных собаках. Подробности в программе Анастасии Островской «События недели». Смотрите в YouTube и Telegram-каналах МассМедиа Ньюс. На Камчатке неизвестные прислали сообщения о возможном минировании ИК-6 в Елизовском районе. По данным МассМедиа Ньюс, обследование на предмет обнаружения взрывных устройств проводится силами самой колонии. Также, по нашим сведениям, сообщения о закладке взрывчатки поступали и в выходные дни. Так, под минирование попадали здания краевого ОМВД, а также несколько торговых центров Петропавловска, включая пирамиду. Во всех случаях сообщения оказались ложными. Более 40 кустов конопли изъяли у 46-летнего камчатца сотрудники полиции. Нелегальную плантацию обнаружили неподалеку от заброшенных сельхозполей в Елизовском районе. Как рассказали в прислужбе ОМВД, общая масса кустов после высушивания составляет более 4 граммов, что является крупным размером. Как пояснил сам наркоделец, коноплю он выращивал для личных нужд. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры». Вопросы реализации федерального проекта «Профессионалитет» обсудили на Камчатке. В рамках совещания губернатор края Владимир Солодов встретился с представителями горнодобывающей отрасли. Мероприятие прошло на базе Камчатского политехнического техникума, где будет создан кластер для подготовки высококвалифицированных кадров на основе интеграции четырех техникумов в стратегическом партнерстве с АО «Быстринская горная компания». Показательно, что мы обсуждаем вопросы развития горной промышленности не на горнодобычном предприятии, не на карьере, не в связи с шахтой, а в образовательном учреждении. Это отражает нашу, наверное, приоритетную задачу, связанную с тем, чтобы в этой ведущей отрасли экономики Камчатского края все больше жителей Камчатки могли реализоваться как профессионалы и обеспечить благополучие своим семьям и развитие. Собственно, такой залог обсуждения, мне кажется, характеризует, отражает перезагрузку и такое реальное значение, которое горная промышленность имеет для Камчатки. Владимир Солодов добавил, что развитие инфраструктуры на Камчатке было связано с деятельностью геологов и горнопромышленников. Видим, что сегодня предприятия этой отрасли показывают хорошие примеры баланса между соблюдением тщательных экологических стандартов, созданием экономической ценности и достойных рабочих мест для большого количества людей, и в перспективе жителей Камчатки именно, как я уже и говорил, и развитием экономики и производством продукции. В рамках встречи директор Камчатского политехнического техникума Лилиана Буряк сообщила о реальных этапах реализации проекта. Так, для формирования профессионального сообщества проводится обучение около 50 человек – кураторов учебных групп, преподавателей и мастеров производственного обучения, методистов и представителей управленческой команды. Ведётся работа по подготовке и ремонту помещений, в которых будет проводиться обучение. Приобретено и частично доставлено оборудование и техника. В рамках встречи отметили, что профессионалитет позволит сформировать костяк высококвалифицированных кадров из числа жителей полуострова. Нужно формировать всё равно костяк ключевой работников, стараться из местного населения, то есть из местных профессиональных кадров. И поэтому ставим для себя амбициозную задачу, что сейчас, конечно, мы начали работу предприятия, в основном, как я сказал, люди все привозные, но ставим себе задачу через вот этот инструмент обучения сформировать всё-таки состав как бы из местных кадров, который бы обеспечил стабильную работу предприятия, потому что любой персонал, привозимый вахтовым методом, это всегда достаточно высокие коэффициенты текучести персонала, а это означает, что это влияние, в том числе для нас, как для работодателя, на качество исполняемой работы, на результат в конечном итоге. Представители горнодобывающей отрасли также высказались о необходимости подготовки в рамках профессионалитета узкопрофильных специалистов, нехватка которых фиксируется в отрасли. Если мы говорим об основных образовательных программах, то мы будем открывать новую для себя программу, и в Камчатском крае она не реализовывалась на базе ни одного учреждения, это ремонт не горного оборудования. Ещё одно направление, по которому мы будем открывать подготовку, это машинист буровых установок. Но нас интересует горная направленность, в связи с чем мы будем разрабатывать программу профессиональной подготовки, а это уже дополнительное образование. Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что целевую подготовку кадров на примере горнодобывающей отрасли необходимо внедрять и в других сферах экономики региона. Давайте тоже, мне здесь просьба, Александр Юрьевич, надумать, как мы другие направления по тем же принципам будем запускать, будь то там судоремонтные специальности или специальности, связанные с туризмом. По итогам встречи приняли решение сформировать наблюдательный совет из числа исполнительных органов власти, представителей горнодобывающей отрасли, образовательных учреждений края с тем, чтобы оперативно решать те или иные вопросы, связанные с реализацией на Камчатке федерального проекта «Профессионалитет». Во второй части выпуска МассМедиа Ньюс смотрите. Долгосрочный план развития Паланы разработают на Камчатке. 12 территорий Петропавловска благоустроят в этом году в рамках федерального проекта «Тысяча дворов». Косметический ремонт здания детского сада «Рябинка» в Палане сделают в этом году. Об этих и других событиях узнаете далее. Долгосрочный план развития Паланы разработают на Камчатке. Об этом рассказали на встрече губернатора края Владимира Солодова с молодежью в столице Корякии. Мероприятие прошло в формате диалога. Молодые люди задавали интересующие их вопросы, большая часть которых касалась благоустройства поселка. Палан имеет особое значение. И мы договорились, что мы разработаем отдельный долгосрочный план развития поселка с акцентом на его системное благоустройство, с тем, чтобы мы не из года в год принимали решение, а гарантированно каждый год выделялось определенные средства, исходя из возможностей бюджета. И планомерно центр поселка, основные точки притяжения, приводились в соответствии с теми ожиданиями, которые есть у жителей. Собственно, обсуждению этих ожиданий тоже большое внимание сегодня уделили. Я встретился с молодежью, с представителями активных некоммерческих организаций здесь, на базе Паланского колледжа, и обсудили те проекты, которые больше всего их интересуют. Также на встрече обсудили проекты по развитию спорта и договорились, что в следующем году в Палане проведут чемпионат по национальным видам спорта. В 2020 году я с ребятами уезжала из Паланы в поселок Эса, Камчатский край, получается, региональные соревнования. В прошлом, в этом году, получается, мы выезжали уже в город Елизово. Ребята показывают неплохой, хороший результат. Но хотелось бы у нас в поселке провести, получается, первенство чемпионата Камчатского края. Возможно это, нет. Потому что для этого не обязательно новый стадион будет строить. Наверное, действительно нужно будет муниципальную гостиницу, скорее всего, завершить. Но тоже хороший будет повод нам ее завершить. Я сегодня, когда видел в Центре школьных годов вывеску про многоборье, как раз тоже мы поговорили, что проходило в Елизово, что хорошие результаты. И, конечно, в Палане правильно проводить такие мероприятия. Поэтому я поддерживаю. Давайте проведем. Молодых людей Паланы также интересовали меры поддержки некоммерческих организаций, жилищное строительство, получение грантов на развитие туристических направлений, вопросы образования и многое другое. 12 территорий, которые относятся к 37 домам краевой столицы, благоустроят в этом году в рамках федерального проекта «Тысяча дворов Дальнего Востока». Накануне прошла проверка организации и качества выполняемых работ при участии управляющих и подрядных организаций, жителей домов, а также представителей администрации Петропавловска. Мероприятия прошли на улицах «Космический проезд», «Дальневосточная», «Савченко», «Ларина», «Виталия Кручины», «Проспект Победы», «Попова» и «Автомобилистов». Благоустройство проводится в рамках реализации проекта «Тысяча дворов Дальнего Востока». Хочу сразу сказать, что данный проект на территории Петропавловска-Камчатского городского округа реализуется впервые. В этом году на территории Камчатской столицы будут благоустроены 12 территорий, которые относятся к 37 многоквартирным домам. По большинству адресов подрядчики уже выполнили предварительные земляные работы – отсыпку территории щебнем, арминирование, установку бортовых камней и подготовку к укладке бетонного основания. Кроме того, в мастерских производится изготовление элементов благоустройства. «Проводятся работы по благоустройству территории рядом с домами по адресу Попова 39, 41, 37 и 31 Б. Планируется создание спортивной зоны, также мини-парка на данной территории. Работы производятся в рамках собрания, проведенного собственниками жилья данных домов. С ними это было согласовано, в дальнейшем утверждено решением собственников. Ну и, собственно, в настоящий момент заключен договор на подрядные работы с организацией «Универсал», которая выполняет подрядные работы по проведению данных работ. Ну, собственно, все стараемся делать для благоустройства территории данного района и качества жизни, повышения жизни жителей данных домов». Во время выездного совещания отметили, что особенностью федерального проекта «Тысяча дворов Дальнего Востока» является многофункциональность обустраиваемых территорий. «Замечательно мы относимся к этому. Нам этого очень не хватало, да, Ольга? Наши площадки требовали полной замены, скажем так. Вот, и сейчас мы радуемся и ждем новую площадку, которая будет радовать наших деток, жителей, нас. Ну да, получается, тут большие ожидания от этой площадки, там наверху для маленьких детей, здесь для спортивного образа жизни, для подростков, для взрослых. Ждем, конечно, много чего. Скамейки будут, да, где смогут у нас и пожилые люди посидеть, отдохнуть. В общем-то, все детки будут под присмотром, будет приятно гулять». «На два больших дома и такая огромная площадка, двухъярусная, с разными условиями, надо сказать». Напомним, что Петропавловск впервые участвует в федеральной программе «Тысяча дворов». С инициативой о реализации проекта на территории Дальнего Востока выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Косметический ремонт здания детского сада «Рябинка» в Полане сделают в этом году. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов, который приехал в поселок с рабочим визитом. «В этом году мы начали заниматься системным детским садиком «Рябинка». Завершается ремонт крыши, она протекала, и это сводило на нет все усилия администрации по благоустройству внутри. После этого будет проведен косметический ремонт, а в следующем году запланировали, что уже ремонт полноценный будет внутри, и благоустройство прилегающей территории, дорожек, ограждений тоже будем делать. Но одновременно рассчитываю и на усиление такого хозяйского подхода, взгляда здесь на уровне руководителей учреждений. Потому что, конечно, общая благоустроенность территории, общая опрятность и привлекательность прилегающих к социальным учреждениям пространств, общественных пространств, в первую очередь, конечно, зависит от такого рачительного, постоянного внимания со стороны руководителей и посёлка, и отдельных учреждений, и на это нацелил всех ответственных здесь в Паване. Добавим здание детского сада 1985 года постройки. Рябинку посещают 163 ребёнка, а общее число работников учреждения составляет 66 человек. Смотрите, у нас с вами есть буквы, цифры и несколько форм. Достаем одну карточку, показываем и называем, что это за буква по одному. Ольга 15 лет проработала юристом, но давно хотела заняться обучением детей. Тем более, что все знакомые доверяли своих чат именно ей. Мне было всегда с ними легко. Мы находили общий язык. Неважно, с какой возраст, но получалось находить общий язык с детьми. Поэтому, в принципе, когда стал выбор именно направления, которое выбрать для своей деятельности, я, в принципе, ни минуту не думаю, сделаю непосредственную работу с детьми. Занимаются здесь дети от 4 до 18 лет. Направлений много. Самых маленьких готовят к школе, прививая элементарные навыки чтения и счёта. Школьники с удовольствием учатся рисовать и посещают занятия по робототехнике. Старшие ребята имеют возможность получить хорошую подготовку по программированию. И это далеко не полный список. По подготовке к школе у меня работают как действующие учителя, так и занимаются у нас непосредственно дополнительное образование, кто прошли обучение. Есть, которые с высшим, есть, которые со средним. Если есть необходимость высшего, то да, конечно, у нас идут высшие образования. Программисты у нас все с высшим образованием. Все наши программисты – это действующие программисты. То есть они знают, о чём говорят. Они в тренде, они в информации, что необходимо сейчас. И постоянно улучшают нашу программу. И, соответственно, делают так, чтобы детям было интересно от каждого занятия до каждого занятия. Обстановка здесь царит семейная. Дети могут прийти пораньше или задержаться, если родители не успевают забрать их после работы. Но всё это не сложилось бы без помощи Центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Меня привели туда, посоветовали прийти сразу же после того, как я встала на учёт как индивидуальный предприниматель. Посоветовали, сказали, вам там помогут. И я не ошиблась. И действительно, они там помогали всем. От консультации заканчивая до получения гранта. Я проходила очень много тренингов, проходила много обучений. Они записывали меня на все разнообразные мероприятия. Центр «Мой бизнес» работает уже три года и помог 9 тысячам предпринимателей. Поддержку в виде займов, поручительств и субсидий оказали более чем на 3 миллиарда рублей. За первое полугодие 2022 года консультационные услуги получили 1400 заявителей. После получения консультационных услуг 85 физических лиц зарегистрировались в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства. За период январь-июнь было проведено 36 обучающих мероприятий с участием 213 субъектов малого и среднего предпринимательства, 186 физических лиц и 77 самозанятых поучаствовали в наших образовательных программах. За истекший период субъектам малого и среднего предпринимательства было оказано 276 комплексных услуг. Обратиться за помощью в Центр «Мой бизнес» и воплотить свою мечту, как Ольга Цуркан, может любой совершеннолетний житель Камчатки. Надо только составить бизнес-план и не иметь судимости и задолженностей. При этом дополнительное образование сейчас одно из самых востребованных направлений. В целом, в последнее время в системе дополнительного образования вообще произошел очень большой скачок. Развитие и, соответственно, Министерство образования со своей стороны максимально поддерживает. Развитие, конечно же, не только краевых государственных и муниципальных организаций, но и частный сектор, потому что для нас неважно, в какое учреждение ходит ребенок. Самое главное, чтобы ребенок был занят и развивал свои творческие способности. В крае с прошлого года существует система персонифицированного финансирования, которая дает возможность детям посещать занятия в негосударственных образовательных организациях. Стоимость этих услуг возмещается предпринимателям из краевого бюджета. Мэрия на связи. Администрация Петропавловска продолжает вести активную информационную работу в социальных сетях и мессенджерах. Новостные материалы публикуются в сообществах ВКонтакте и в Одноклассниках, а также в мессенджере Телеграм. Кроме того, обо всех актуальных новостях можно узнать, подписавшись на чат-группу мэрии WhatsApp. Продолжается работа и на официальном сайте администрации Краевой столицы. Там же можно найти ссылки на быстрый переход в соцсети и мессенджеры. Добавим, что глава города Константин Брызгин не остается в стороне и ведет свою страничку ВКонтакте, а также Телеграм-канал.